привет с вами домашняя кулинарии сегодня у нас бесподобная выпечка которая идеально подходит на рождественский стол и для начала я в миску высыпаю чайную ложку с горкой дрожжей это 6 граммов дрожжей и сюда же я добавляю 3 столовые ложки сахара можно 4 смотрите на свой вкус вот так вот немного перемешаю а теперь из общего количества муки добавляем столько же муки я добавляю 3 столовые ложки еще раз все перемешаю и все это заливают теплым молоком у меня один стакан молока это 250 миллилитров молока все хорошо перемешаю до однородной массы без комочков теперь я убираю венчик закрываем и оставляем нашу опару на 20 минут ну вот посмотрите как выглядит наша опара через 20 минут после того как активировать дрожжи мы добавляем 2 яйца без одного желтка вот таким образом я отделяю желток вы отделяете любым удобным способом и сюда же я добавляю 100 миллилитров растопленного сливочного масла который я растопила в микроволновке буквально за несколько секунд все это хорошо перемешаем ну и последнее что нам осталось я добавляю пол чайной ложки соли перемешаю убираю венчик ну а теперь одним махом я добавляю всю муку и вымешиваю мягкое чуть липнущее к рукам тесто ну вот посмотрите какое потрясающее тесто у нас получилось но я закрываю салфеткой ставлю в теплое место на 1 час ну а за это время приготовим начинку и я покажу как я это делаю пока поднимается тесто мы приготовим начинку у меня в миске творог куда я добавляю 3-4 столовые ложки сахара можете добавить на свой вкус обязательно добавляю ванилин или ванильный сахар и нам понадобится одно яйцо все это блендером превратим в однородную массу и наша начинка готова ну вот такая вот однородная масса у нас получилось она уже пахнет очень вкусно я убираю блендер начинку я ставлю в холодильник на то время пока поднимется тесто ну а нам также понадобятся сухофрукты у меня черный у меня черная слива красная и вот такая вот сушеная алчак которую надо будет мелко нарезать можно взять любые сухофрукты и изюм цукаты и я нарезаю вот на такие мелкие кусочки сухофруктами я тоже закончила и все нарезанные сухофрукты я перекладываю в свободную миску и откладываю на то время пока поднимется тесто и мы будем формовать нашу выпечку ну вот посмотрите как хорошо поднимается тесто я достаю из миски вот такое вот волшебное тесто у нас получилось сделаю легкую обминку собираем все в один колобок а теперь наш колобок тесто я разделю на две равные части и снова закатаю в шарик немного пропыляем мукой надавливаю и раскатываем прямоугольный пласт вот такой прямоугольный пласт я раскатала половину теста теперь нашу начинку я вот так вот визуально на две равные части и одну вторую выкладываем на наш пласт равномерно распределяем по всему пласту вот так я равномерно все распределила теперь половина наших нарезанных сухофруктов распределяем поверх начинки ну а теперь с одного края мы заворачиваем в рулет вот такой вот рулет у нас должен получить и точно такой же рулет мы приготовим из второго колобка детства раскатываем прямоугольный пласт мы делаем два одинаковых рулета но вы вместо чернослива на второй рулет можете или можете нарезать свежие ягоды или замороженные а можно даже вообще ягодный джем сверху творожные начинки получается тоже очень вкусно ну и так же как в предыдущем случае с одного края заворачиваем рулет и делаем это очень слабенько вот такие два одинаково рулет у меня получить с каждой длиной в 70 сантиметров а теперь нам два рулета надо будет свернуть в веревочку мы это будем делать вот таким вот образом я сначала делаю с одной стороны с другой стороны ну а теперь вот таким вот образом а теперь соединяем форме кольца и полученную нашу форму я перекладываю напротив предварительно смазанный растительным маслом или просто можно постелить пекарскую бумагу или можно это выпекать в кондитерской форме рождественский пирог можно выпекать как на противне так и взять кондитерскую форму и вот так вот постелить пекарскую бумагу на дно и бока формы и выкладываем наш пирог диаметр формы 24 сантиметра каждый рулет был 70 сантиметров длину ну а я взяла один желтого который оставили от рецепта немного разбавляем с молоком и я смазываю верх нашей выпечки обязательно оставляем на расстойку как минимум на 30 минут после чего я ставлю предварительно разогретую духовку до 170 градусов на 30-35 минут ориентируйтесь по своей духовке доводим до готовности я обязательно покажу что у меня получилось пирог за время расстойки должен обязательно подняться и увеличится в объеме он заполняет всю форму после чего ставим духовку как прям в таком виде а можно приготовить сладкую кровку и сверху посыпать я взяла я взяла пол столовой ложки сливочного масла сюда же добавляю одну столовую ложку сахара и одну столовую ложку руки и вот так вот руками превращаем белую крошку и такая крошка у нас получилось и теперь вот этой крошкой нужно посыпать наш пирог но и оставляя пирог на расстойку и в конце самом конце покажу что у меня получилось получается хрустящая корочка снаружи и очень мягкая нежная и сочная начинка внутри ну вот такой потрясающий рождественский калач у нас получился он еще очень горячий я обязательно покажу как он выглядит разломе ну а если вам понравился наш сегодняшний рецепт подписывайтесь на канал ставьте лайк обязательно пишите комментарии и всегда ваша всегда с вами домашняя кулинария пока ну а теперь посмотрите как он выглядит разломе